Музыка Надежда и Анатолий познакомились на танцах. Это была любовь с первого взгляда. Вскоре молодые люди поженились и уехали из родного Челябинска покорять Москву. Через год в семье геодезистов родилась очаровательная малышка Леночка. Радость и гордость родителей Лена росла любознательным и очень подвижным ребенком. Ей все хотелось знать и всему научиться. Мои родители, они сами из Челябинска. Приехали жить сюда, в Подмосковье. Но как патриоты места, где они родились и жили, они, конечно, меня как первого ребенка в семье повезли рожать обратно в Челябинск. И у меня в паспорте написано «Город Челябинск». Мы с семьей часто туда приезжаем. И раньше, конечно, приезжали намного чаще навещать всю семью. Потому что как только туда приезжаешь, тебе нужно, наверное, недели-две, чтобы объехать всех. С подарками, с пельменями и так далее. То есть у нас прям целая семейная традиция. Родители у меня, я расскажу, просто простые люди. Они всегда работали, работали много, поженились рано. Папе было 18 лет, маме 20. Я родилась, когда маме было 21. То есть это практически такие молодые люди, которые меня воспитывали. И через год и восемь родилась моя сестра. То есть мы с ней росли вместе. То есть это моя подруга практически. Самый близкий человек, наверное, на земле. Что хочется сказать. Родители всегда очень много работали. Я росла всегда в семье, в которой приветствовалась любовь, доброта, честность, нежность. Мы все очень любили нашего папу. И он был всегда самым главным мужчиной в нашей семье. Мама всегда очень много готовила. И учила нас с сестрой именно тому, каким должен быть быть дома в семье с ребенком. Всегда была интересующейся девочкой, девочкой-лидером. Была всегда такой, мне хотелось быть первой. Мне хотелось узнать как можно больше. Я не была отличницей. Я была и отличницей, и не отличницей. Были разные периоды в жизни. Но меня всегда интересовалась какая-то общественная деятельность. Мне хотелось где-то выступать, что-то рассказывать, что-то показывать, учить. Я с самого детства любила учить. Я не знала, на что меня это выведет. Но как только я пошла в школу, в первый класс, я поняла, что это очень круто. И после первого уже дня занятий я позвала свою сестру. Сказала, все, с сегодняшнего дня мы занимаемся. У нас новая игра, мы играем в школу. Ей это не очень нравилось, потому что еще было рано. И она все время говорила, ну когда же у нас начнется уже какой-нибудь урок рисования и так далее. А мне и хотелось каких-то преподавать другие науки, которые для меня были очень интересны. Всегда было очень много друзей. И впоследствии тоже сейчас в жизни любое место, куда бы я ни попадала, новая работа, новые увлечения, вообще новый круг знакомых. Всегда появляются новые, очень интересные люди. И стараюсь находить время, конечно, общаться со всеми. Наша героиня мечтала о работе журналиста. Ей хотелось снимать интересные репортажи, знакомиться с новыми людьми. После окончания школы Елена поступила в Институт связи и информатики на факультет Организации внешнеэкономической деятельности. Тогда она даже не подозревала о том, что пройдет несколько лет, и судьба подарит ей шанс реализовать детскую мечту. Все время в жизни появляются такие судьбоносные люди, которые влияют на принятие решений. Школу закончила я хорошо, училась в физико-математическом классе. У нас был такой очень хороший класс, после которого все поступили сразу же в университет на хорошие специальности. Я не знала, куда именно идти, большое разнообразие, чем заниматься, какая профессия. В общем, мне тогда было непонятно, куда идти. Родители мои близко знакомые, Анны, до сих пор, вот я прямо им хочу сказать спасибо за это, они всегда работали в телекоме и сказали, что иди сразу в университет связи и информатики, связь всегда будет в почете, вот, и выбери себе какой-нибудь факультет там. Я пошла на подказательные курсы и там поступила уже на курс языковой, который связан с языком и управлением внешнеэкономической деятельностью. Вот таким образом эти люди повлияли на мой выбор в жизни именно с точки зрения университета. Университет – это когда ты уже сам, это не школа. Вырабатывается дисциплина, какое-то самостоятельное отношение к жизни и так далее. И изучая все равно базовые дисциплины в университете, формируется, не знаю, может быть, какой-то характер, что и чем ты хочешь дальше заниматься. Пока я училась в университете, я работала тоже, опять же, субоносные знакомства в американском ресторане, вот работала хост, встречала гостей на входе. Мне это очень нравилось, у меня были свои деньги свободные, вот, и это можно было легко совмещать с учебой. А потом, когда я уже закончила университет, мне на том месте предложили стать менеджером компании, и одновременно я получила предложение о работе в одной телекоммуникационной компании. В отдел маркетинга пошла, тоже пришла туда, они говорят, ну, чем хочешь заниматься? У меня прямо на выбор предложили, вот, описали где, и я выбрала, думаю, маркетинг красиво звучит, что-то нам там рассказывает, кстати. Вот, я пошла в этот отдел и очень этому рада, потому что это было практически по моему внутреннему ощущению. То есть я занималась организацией мероприятий, обучения, выставок, у меня очень-очень креативное мышление, то есть мы придумали разные, не знаю, упаковки, разные разнообразные акции и так далее. В общем, мне это очень-очень нравилось. Елена росла в профессиональном плане, времени на личную жизнь практически не оставалось, да и некогда было о ней думать. Впереди было столько планов и проектов. Хотелось все реализовать и двигаться дальше, но одно путешествие навсегда изменило жизнь нашей героини. Она нашла свою вторую половинку и обрела женское счастье. Какое-то время действительно мне казалось, что очень много вокруг достойных мужчин, интересных мужчин и вот, в общем, можно было выбирать. Но по факту оказалось, что вот с точки зрения именно выбрать как такового мужа, мне было очень-очень тяжело. И со своим мужем мы познакомились еще когда, не знаю, я училась в институте, совершенно случайно увидели друг друга, потом мы долго друг друга не видели, потом опять познакомились снова. Ну, то есть мы на самом деле с ним раза три, наверное, встречались, ну, то есть какими-то такими моментами в жизни. И вот с 2012 года мы вместе, у нас замечательный брак. И я очень рада, что это произошло не рано, потому что все говорят, мне сейчас 36 лет, вот, когда я выходила, мне было 32. И говорят там, ну, поздно или еще что-то. Вот для меня это самый оптимальный был момент, выходить замуж именно в этом возрасте. Потому что и с точки зрения карьеры я уже много чего сделала, поняла, и в принципе, какой-то у меня пришла такая зрелость, ну, все-таки какой он там должен быть мужчина. И опять же он появился, этот мужчина, потому что бывает такое, что ты хочешь, а как бы, а такого, как ты хочешь, извините, там, уже нет. Вот, или пока что нет. Вот, и я была очень рада, что я его заново разглядела. Но опять же, я его разглядела, потому что я не могу сказать, что с самого первого раза я поняла, что это он. Я как женщина проявила инициативу именно с точки зрения встречи, потому что до этого мы как бы встречались и общались, и у нас, ну, как сказать, наши пути разошлись на какое-то время. Потом мы переписывались, но нечасто. И как раз я планировала отпуск, собирались друзья, было хорошее предложение. Я ему предложила поехать вместе с нами, с друзьями на Мальдивы. Ну, я думала, напишу, знаете, как вот говорят у женщин, или поедет, или не поедет. Вот, и он ответил, сказал, что да, это было бы интересно. И мы с ним собрались в путешествие. То есть мы никогда этого раньше не делали, давно достаточно не виделись. Мы просто шикарно провели время. Это было такое время, когда мы изучали друг друга, познавали друг друга. И тогда я поняла, какой он интересный человек. Потому что вначале у меня было очень много честных претензий. То есть мне казалось, что он должен, 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 должен. И когда мы ехали, у меня как раз не было уже больше вот таких критериев. И это была совершенно потрясающая поездка. С точки зрения познания человека я думала, куда я раньше смотрела? Вот же он, он такой, как я хотела. Его зовут Дмитрий, он совершенно замечательный. Это человек, который очень сильный. Он невероятно умный. Это тот, у которого можно учиться. Он знает ответ практически на все вопросы. С ним можно поговорить абсолютно на любую тему. Рядом с ним я расту. И рядом с ним мне хочется продолжать и заниматься то, чем я занимаюсь. И вообще как-то развиваться. Потому что не всегда рядом с человеком, которым находишься, ты кто-то за кем-то тянется. Вот я тянусь за ним, и я знаю, что я его никогда, наверное, не догоню. Потому что он реально для меня всегда такой, не знаю, как крутой. Он очень честный, порядочный, ответственный. Он жестковат. То есть он как бы не будет говорить много слов любви. Но тем не менее через свои поступки то, что он делает, это просто потрясающе. Он, опять же, мне очень понравился со своей семьей. Я когда увидела первый раз его семью, и до сих пор вот прям благодарю за то, что мне попались не просто у меня такой замечательный муж, и что это целая семья, это семья со своими ценностями, которая практически обогащает тоже нашу жизнь, каждый наш день. Ну, хотелось бы сказать немножко тоже о моей семье. Мы из рода Матавиловых, вот, может быть, вы знаете, тот человек, который был рядом с Серафимом Саровским. И у нас есть одна сторона, связанная с верой и с христианством. Вот, это больше связано именно с моей семьей. И что касательно нашей семьи, между мной, Димой и Машей, нас втроем, мы очень любим проводить время вместе, домом, любим кататься на лыжах. Для меня самые приятные моменты, когда мой муж приходит с работы, я его жду каждый раз, как будто, знаете, это как, не знаю, как новый день. Потому что у меня всегда очень много информации, что я хочу ему сказать, и о чем я его тоже хочу спросить. Это самые-самые приятные. Он такой человек, что с ним можно делать очень много вещей вместе. Заниматься ребенком, увлекаться чем-то, планировать будущее и полностью быть уверенным, что то, о чем мы обсудили, это обязательно сбудется. Наша героиня работала в крупной иностранной компании, руководила отделом коммуникации, организовывала мероприятия, акции. Именно здесь ей удалось воплотить свою детскую мечту. Вместе с коллегами они создали собственное телевидение, канал, который рассказывал о внутренней жизни и деятельности французской компании, о людях, перспективах и росте. Когда я работала в Ашане до декрета, я занималась организацией мероприятий, крупных мероприятий. То есть все, что связано, я не знаю, с большими событиями внутри компании, где нужно было придумать и сценарий, и как это все будет организовано и так далее. Я что хочу сказать, что формат работы был такой все время на пике. То есть ты когда готовишься, готовишься, потом раз у тебя само мероприятие, и потом идет небольшое, когда ты можешь выдохнуть. Часто бывает, что ты не можешь выдохнуть, потому что у тебя проект, проект, проект. И мне нравился такой формат работы. Уже где-то после 30 лет я стала замечать на себе первые возрастные изменения, как на лице у женщины. Меня беспокоила эта тема. У меня было два варианта решения вопроса. Я думаю, что или надо не работать, сидеть дома, я не знаю, где-нибудь, может быть, даже около моря, иметь богатого мужа. И тогда ты можешь заниматься собой, сохранить внешность. Потому что у меня были тоже хорошие примеры, как это происходит. Мне казалось, что вот в такой ситуации можно хорошо выглядеть. Что я хочу сказать. Да, я нашла эту гимнастику благодаря, опять же, моей подруге. Ты просто тоже совершенно потрясающий человек, который очень много сделал в моей жизни, внес в мою жизнь. И, в принципе, есть определенная часть вещей, которые у меня есть сейчас. Это благодаря моей подруге Елене Каркукле. Вместе с ней мы узнали о методике Алены Рассашинской, о том, что можно тренировать лицо точно так же, как и тело, сохранить молодость. Я очень заинтересовалась, потому что мне как раз, когда я что-то узнаю такое новое, и у меня сразу вот такие глаза, типа, что это такое. И, конечно, изучили сначала гимнастику, в первую очередь, для себя, чтобы себя сохранить и поддерживать. Я заметила, что я могу находиться большое количество времени на работе. И при этом, благодаря небольшому времени, комплексу упражнений на лицо, есть определенные изменения, которые мне нравились. Я стала чувствовать себя счастливее, еще лучше. Я поняла, как может женщина совмещать и работу, и домашние хлопоты, и при этом не в трате больших денег, средств на услуги дорогостоящих косметологов, может сама хорошо выглядеть, иметь потянутый вид, красивое лицо. Меня эта тема очень вдохновила. Я о ней стала рассказывать на работе. Мы организовывали дни здоровья, связанные с красотой. Я прям как тренер там рассказывала все, что я знаю. Прошла обучение на тренерство и уже стала делиться с этим, ну, с профессиональной точки зрения и правильно преподносить методику. Мы организовали с Еленой как раз Клубь естественного восстановления лица. Пока я находилась в декрете, она, конечно, взяла на себя основной такой удар с точки зрения восстановления этого проекта. И сейчас я могу сказать, что просто идет семимильными шагами набирать свою популярность. Опять же, благодаря тому, что женщины видят, насколько просто и легко можно заниматься собой и совмещать это все со своей жизнью. Находясь в декрете, я поняла, что, во-первых, декрет – это такое время, когда, как это называется, спидстоп, то есть тебе нужно остановиться для того, чтобы дальше у тебя появились новые идеи, что ты дальше хочешь делать. Моя голова была ничем не занята, только ребенком, домашним бытом и так далее. И через какое-то время, уже, наверное, где-то через год, как с полгода ребенка, я поняла, что все, я готова, я хочу, у меня пришло очень много идей, как это можно реализовать и что это можно сделать рядом с домом. То есть не отпускать далеко от себя ребенка. Первый шаг был в детский центр, мы ходим, который находится рядом с нашим домом. И оказалось, что женщины, которые приводят туда своих детей, они тоже хотят заниматься лицевой гимнастикой, посвятить себе время. И там начала преподавать эту методику. Сейчас уже, конечно, немножко другие у нас объемы с точки зрения людей, которые не интересуются. Но самое главное, что я об этом рассказываю, мне, во-первых, нравится, я получаю от этого огромное удовольствие и мотивацию. И потом самое приятное, когда тебе пишут, Лен, спасибо, прошло столько-то времени, Лен, посмотри фотографии, как здорово, что ты мне рассказала про фейс-фитнес, как здорово я себя вообще почувствовала там счастливой. И вот в этот момент я понимаю, что да, я сделала правильный выбор в том, что можно совмещать, быть и красивой, и полезной этому миру, и заниматься семьей. Я недавно заезжала на работу, и, конечно, когда я зашла туда, у меня внутри начало все гореть, потому что масштабы того, что я делала, они меня, конечно, захлестывают и дают очень большую сильную энергию. Сейчас надо будет выбирать между совмещением работы, дома, ребенка и, опять же, своим дальнейшим, и своим будущим, своими развитием. Но в этом плане, могу сказать, я чувствую себя абсолютно свободно, у меня есть выбор. Часто люди делают какие-то решения, исходя из того, что у меня не было выбора, мне пришлось делать так, у меня сейчас есть выбор, у меня есть отличная профессия с хорошей карьерой, с прекрасными, не знаю, рекомендациями, и куда я могу прийти в любой момент, они будут очень рады, и я буду очень рада с ними работать. И у меня есть то направление, когда ты ни от кого не зависишь, можешь передавать те знания, которые есть, и совершенствоваться в этой области. Конечно, меня на текущий момент это сейчас очень увлекает, это дает мне большую мотивацию. Есть, конечно, страхи, как и у любого человека. Порой иногда что-то и не хочется делать, или думаешь, ой, а на правильном ли я пути. Но я как-то ходила на тренинг к одному очень интересному человеку, который говорил о том, что для того, чтобы добиться успеха, всегда идите в сторону страха. И вот в эти моменты, когда меня начинает внутри, там хочется спрятаться в норку, вот я думаю так, идти в сторону страха. И я делаю, и всегда это получается для меня лучшим вариантом, лучшим решением, которое можно было выбрать на текущий момент. Наша героиня счастливая женщина, у нее прекрасная семья, подрастает очаровательная дочурка. Она занимается любимым делом, у нее много планов и идей на будущее, и они обязательно исполнятся. Верить в себя, любить в себя, понимать, что кроме тебя самого, тебя никто больше, не знаю, не полюбит, не сделает, не заменит. И только идти от себя, от своего внутреннего состояния, от своих установок. Знаете, на занятия, занятия по лесовой гимнастике мне дали очень много, потому что встречаюсь с женщинами, которые приходят не просто гимнастикой позаниматься, они приходят, это каждая женщина, каждая история, очень интересная. И приходят, которые говорят, ой, я там вообще себя не люблю, я не могу на себя смотреть, или еще что-то. Или там, ой, да вы же то, или там, говорят, что как хорошо выглядишь, но на самом деле красивые женщины там все, и не всегда умеют воспринимать эти комплименты. И она действительно красивая, и она не верит в том, что она красивая. Она делает классные вещи, ну, там на работе у меня тоже были девчонки, которые, они делают вообще потрясающие вещи. Вот, это говорят, что ты вообще крутая, ты вообще такой, что-то... Ой, да не, ну ладно, это там не я еще, что-то присутствует какая-то скромность. И вот хочется пожелать всем, чтобы они обрели, конечно, веру в себя, в том, что они могут. Потому что, и если вы еще будете идти в сторону страха, то есть вы хотите что-то сделать, но страшно, то точно надо сделать. Но сейчас у меня дочь, и я, конечно, начинаю мечтать уже, конечно, о ее будущем, о том, как мы будем вместе, какой это будет человек, и какое образование тоже мы можем ей дать с мужем. Вот, мечты у меня обычные, женские. Мне очень хочется сохранить семью, как я сказала, до последнего момента. Это для меня такой, наверное, может даже жизненный, как бы, моя цель, да, жизненный эксперимент – прожить вместе долго. И не потому, что вот в долгу вот именно отсчитывать эти, а именно в любви, в радости, в такой гармонии друг друга, в возможности развиваться каждому из, каждому из членов семьи, быть вместе. Ну, и для себя личная, да, моя личная цель – меня всегда окружало очень много людей, я получаю очень много энергии, когда я что-то рассказываю, ну, в общем, занимаюсь коммуникациями, будь то это фейс-фитнес или какие-то другие направления. Вот, и мне хочется сохранить эту возможность, потому что когда я была, когда я только пошла в декрете, у меня был определенный шок, что у меня этого нет, и у меня очень какой-то маленький круг, совсем другие обязанности, и я, честно говоря, даже в начале немного потерялась. И сейчас моя мечта, я хочу, чтобы у меня сохранилось то, от чего я получаю мотивацию, вот тот самый задор, и мне от этого потом дома больше всего хочется сделать, вот, и настроение лучше, вот. И, не знаю, создать семью хорошую, крепкую, здоровую, счастливую, богатую семью, семью с ценностями, чтобы там наши последующие там дети, да, чтобы все жили, чтобы это была семья Федотовых, о которой будут говорить, вот, и будут любить, и, в общем, у меня какое-то такое желание, именно связано с семьей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok